но сейчас здесь красиво но это еще на самом деле не самый красивый заказ что интересно рассказать я сейчас сижу отдыхаю смотрел свои старые влоги из казахстана с которых все начиналось словил какой-то настал ностальгию и захотелось снять что-то еще потому что на самом деле все вот эти влоги даже не важно сколько человек их смотрят спустя какое-то время я их сам всегда пересматриваю и ловлю интересные такие состояния скажем так поэтому от решил еще заснять а в данный момент мы нахаживаем шаги я сейчас нахожусь в лавату и здесь одно из немногих мест где можно погулять пешком я в данный момент гуляю уже часа два наверное сначала вниз спускался хрен пойми куда потом вот иду сейчас наверх время сейчас где-то 9 часов вечера вот я такой лежал думаю делать вроде нечего я свободен пойду похожу шаги пожгу калории так что именно так завершается мой сегодняшний день я кстати сыт но возможно сейчас пойду поем в одной кафешке там дают очень классный рис с овощами курицы и орехами на сигаренг называется на сиям что-то там когда в кафе отменяется купился дуриан здоровенный вот такой вот кстати классный сорт бангкок называется он тип более сладкий чем местные бульяны стоит стоит 500 тысяч чё несу стоит 100 тысяч это на рубли получается где-то 650 рублей вот такая вот штучка вот этот фрукт стоит 650 рублей но хватит на два раза возможно даже на естся хотя если я буду голодный то на один раз у меня есть кое-какие обновления я купил себе шейвер стоит всего лишь 2000 рублей по нынешнему курсу по качеству он ничем не хуже чем шейвер от babyliss который стоит где-то наверно 10 или 12 тысяч рублей сейчас я могу ошибаться но что-то в этом районе еще одно мое новое приобретение это триммер от той же самой фирмы очень качественная короче сборка снимает не так коротко как триммер от babyliss где у меня здесь вот этот этот конечно снимает короче но зато этот не царапает кожу не оставляет всяких следов в общем но мне прям очень понравилось стоит он тоже где-то 280 тысяч это тоже в общем плюс-минус 2000 рублей этот стоил 13 тысяч рублей два года назад его еще покупал да кстати чтобы выжить как реально самец помимо стрижки нужно еще поправить чтину правильно поэтому ну вот теперь нормально и считаю щетинка покороче давно я так не ходил на борту мне сейчас отращивать не хочется поэтому пока что будем гонять так дорогие друзья это у нас уже новый день мы едем заниматься в тренажерный зал новый красивый интересный находится он будет ехать мне до него целый час немного засниму свою тренировку короче я где-то не там послал ставил скутер и мне судя по всему кому-то хватило ума проколоть мне колесо поэтому в данный момент ремонтируем все эти вещи кстати в туле у меня тоже был скутер и я ну как бы сам это все делал просто я не знаю где здесь продаются жгуты и все такое кстати там еще есть один момент такое ощущение что там вылезает камера короче у меня вот такой погнутый опыт это как-то стрёмно это все смотрится но явно не я его погнул не знаю насколько безопасно так есть хрен его знает короче у нас сегодня с Леней с другом моим такой свободный вечер мы пьем пиво немножко а вот они уезжают кстати ну точнее девушка Леня мы решили немного поиграть бильярд я думаю сейчас немножечко заснимем как мы это делаем раньше мы с пацанами каждый вечер ходили в бильярд играли и скилл у меня был довольно неплохой сейчас посмотрим что от этого осталось так твои полосатые а а а а это раскрывается сейчас он такой бля hello guys последнее время что-то хочется валяться на кровати особо ничего не делать во-первых потому что я дико устал от общения с людьми ну вот очень его что-то как-то много стало и как обычно очень много спорта вот я сегодня проснулся у меня болят просто все мышцы спины хотя прошло уже два дня после последней тренировки хотел сегодня пойти кататься на серфе но прям посреди дня у меня появилась работа и из-за этого ну как бы вот я валяюсь сегодня до трех часов дня потом еду работать а потом темнеет и на серфе тоже уже соответственно катаюсь могу пойти в качалку но какой смысл если у меня болят мышцы смотрю сейчас влоги пацанов из америки услышал такую тему что вот один из тех челов которых я сейчас смотрю парадеевич по моему зовут я кстати у канал обычно не смотрим прям попался видео про америку думаю надо глянуть короче он говорит что сделал визу в джакарте ну то есть в индонезия где сейчас я нахожусь вообще-то а если вот из вас кто-то шарит я просто не раз слышал что как-то через индонезию легко сделать визу америку напишите мне в комментариях вообще как это происходит я кашляша могу загуглить но дес вы там какой-то инсайдерскую инфу дадите будет очень прикольно сегодня у нас классика 6 яиц с помидорами и сыром ну и еще чуть торт осталось моего любимого прогноз говорит о том что ближайшее время волн не будет ближайшие дни поэтому с одной стороны даже хорошо потому что нет дилеммы чем заниматься остается только спортзал поэтому сейчас мы поедем качать ноги в убут целый час как обычно захожу вчера в магазин а единственное здесь нормальная пил который мне нравится по вкусу эту дина с темной стоит она так 30 тысяч за 0 35 или что-то типа того а была акция короче две бутылки цене одной я набрался аж целых 1 2 3 4 5 6 8 бутылок короче прикиньте про запас потому что ну пусть будут короче но я их еще не пил одну выпил вчера просто уж пить хотелось и больше не было ничего да из кому-то интересно пиво здесь бутылка одна 06 стоит так ну 45 тысяч рублей вот до поис 45 тысяч этих рупий соответственно это где-то в рублях не знаю 250 рублей если не ошибаюсь даже чуть больше чем 250 рублей по нынешнему курсу это я говорю про бентанг большой бутылки в основном все его сейчас пьют в основном все его здесь пьют это светлое пиво вообще я ненавижу светлое пиво в принципе и говорю единственное нормальное здесь темное вот это все остальное просто невозможно вообще пить так что если вы едете на бали да вот надо быть либо трезвенником либо как бы немного миллионером чтобы заниматься такой фигней я вчера кстати умудрился заснуть аж в 11 вечера и проснулся сегодня 7 30 офигеть то есть у меня прям целый день много времени надеюсь много все успею сделать а и вообще возможно будем сегодня запускать дрон с моей знакомой это ее дрон она дала мне чтоб я разобрался объяснил ей как там что работает я принципе разобрался и возможно сегодня на закате пойдем что-нибудь поснимаем арт-пак натурального бодибилдера короче сейчас попью родбульчик смотрю мотиваху перед качалкой начнем пахать кстати родбул здесь маленький стоит 200 рублей сколько он сейчас стоит в россии я не знаю можете написать в комментариях будет интересно но в россии мне больше всего нравился берн зеленый с киви либо этот желтый адреналин rush вообще топовый был просто здесь конечно всего этого нет поэтому мы здесь в принципе энергетики особо не пью в основном только кока-колу так начнем еще тренировку ног будет сейчас первый рабочий подход 70 килограмм на 12 повторений будем выполнять пирамиду 12 10 86 начнем 70 закончим соткой соответственно если пойдет по плану у squad вот чтобы что из мы eli и Блин, что-то я, походу, переел с утра яиц, хоть и прошло 2 часа уже где-то. Меня прям начинает тошнить из-за того, что я прям чувствую, что у меня что-то лишнее в желудке. Хотя, ну, мне это вообще не свойственно. Прям заниматься так довольно сложно стало. Я даже сначала думал, ну, может, ну, нахрен, домой поехать. Ну, не, будем до конца заниматься, так что. Дальше сейчас будет мертвая тяга. Я думаю, 8, 6, 4, 2. Либо 10, 8, наверное, 10, 8, 6, 4 сделаю, да. Так, ну, сейчас сделаем мою любимую протяжку. 60 килограмм на 8 раз, сейчас будет третий подход. И потом сделаем одно охренительное еще упражнение, которое я раньше не делал, потому что я еще не видел таких тренажеров ни в каком зале, где я занимался. И здесь он есть. Субтитры делал DimaTorzok Не забыл снять. После качалки у нас вот такой вот прием пищи максимально, вообще, правильно я считаю. Сейчас подкрепимся и пойдем летать на дроне с моей, там, знакомой одной девчонкой. Так, ну-ка, валют на дно. Короче, идем делать контент для одной фотомодели. Вот с этими, как это называется, кокосами. Ну, молодец, я это заснял, кстати. Я сейчас ступеньки ел не здесь вообще, как бы так, что-то зря я сюда спускалась. Кстати, не больно. Ну, я понял. Тебе помочь кокосы забрали, давай. Ну, это было вот смешно. Ну, да. Блин, хорошо, что я это еще все и снял, а? Я еще этот влог снимаю. Что-то ты теперь будешь известный. Прямо. Там ступенька, чем бум. Так, сегодня должен быть вообще офигенный закат вроде как. Мы пришли сюда полетать на дроне. Ну, и сделать некоторые фотки с кокосами, типа в местных бассейнах из камня и все в этом роде. Короче, в принципе, поснимали мы на дроне. Теперь мы встречаем закат. Мы даже умудрились не разнести вот эти кокосы в момент падения Эллы. Расскажите, чем вы занимаетесь? Ничем. Ничем? А что это так? Я думаю, вы собираетесь стать профессионалом ФПВ-дроны или как там это называется. Вот эта штучка, которая у тебя... Как-нибудь попозже, да? Снимаюсь. Ну, вот сейчас здесь красиво, но это еще на самом деле не самый красивый закат далеко. Вот когда мы здесь были в прошлый раз, здесь прям вообще разъеб был, да. Что-то я так и не заснял, как он пройдет. Ну, да ладно.